Привет, друзья! В данном ролике я хочу разобрать одну из партий полуфинала Кубка Мира, настоящую битву Давида и Голиафа, Магнуса Карлсона и Ниджата Аббасова, первого номера мирового рейтинга и 97-го. Дополнительную интригу в это противостояние внесли внезапно всплывшие на просторах интернета статьи о якобы нечестной игре Ниджата Аббасова. Подробности в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну и давайте перейдем от слов к делу. В первой партии полуфинального матча Магнус играл белыми и пошел вперед королевской пешкой. Аббасов отвечает острой с ицелянской защитой, стороны направляет коней в центр, Магнус применяет вариант Рассалима. Одна из идей белых испортить противнику прическу на ферзевом фланге и попытаться воспользоваться этими слабостями в духе защиты Немцовича. Черный играет Е6, белый пробивает на поле С6 и открывает диагональ для развития чернопольного слона. Ниджат подбирает центральные поля, но Магнус хочет во что бы то ни стало расчленить пешки на ферзевом фланге. Абасов забирает на поле Е5 и стандартным продолжением за белых является взятие конем с небольшим преимуществом белых. Но Магнус начинает мутить воду, жертвуя пешку. Ниджат зубами цепляется в лишнюю пешку, Магнус как ни в чем не бывало развивается. Черный переводит коня на поле А6, а белый готовит пешечный штурм поле ниже. Железный друг здесь предлагает совершить вояж ферзем на поле А5, а вот продолжение в партии ему явно не нравится. И Магнус запускает Жорика! Черный конь огородами скачет на поле Ф7, чтобы не путаться под ногами у своего слона. Магнус пошел ферзь Е2, Ниджат отвечает ходом слон Е7 и белый завершает развитие легких фигур. Абасов все же выкидывает ферзя на поле А5, связывая коня. Карлсон блокирует слабые пешки по линии С. Абасов также не дает продвигаться пешечке по линии Ж. Магнус начинает заварушку на королевском фланге. Черный уплотняется, белый перебрасывает ладью на линию Аш. Следуют нули, рокировки в длинную сторону. И вновь Магнус Карлсон жертвует пешку на поле А2. Но здесь хотя бы выгода сразу очевидна. В случае принятия этой жертвы белый играет король С2. Угрожает поимка сильнейшей фигуры противника. На отступление белый играет ладья А1. И дальше создают угрозу на шампуривание тяжелых фигур по диагонали. А на отход ладьи на поле Ж8 белый фиксирует королевский фланг. И дальше начинает опасную атаку на противоположном участке доски. Поэтому в партии азербайджанский гроссмейстер отказывается от принятия этой жертвы в пользу оборонительного хода С7. Магнус навешивает кобылянского, а баса вменяется на поле А4. И начинает давление по полоткрытой линии на пешку Ж. И в битву вступает Федерер. Белый подрывает королевский фланг для того, чтобы добраться до пешки Ф6. Ниджат идет навстречу замыслам противника. Магнус забирает на Ф6. После взятия пробивает на Е6. Двойной удар. Двойной ван-дам. И на отступление короля отыгрывает фигуру. Черному слонику на поле А6 ловить больше нечего. Поэтому он возвращается на базу. Магнус перебрасывает ладью на открытую линию. Угрожая вторжением на седьмую горизонталь. Черный нападает на Ферзя. После взятия на поле Ф4 отыгрывает пешку. И на отход Ферзя на поле Е3 создает еще одно нападение на сильнейшую фигуру врага. Королевна уходит на поле Д2. И Абасов создает угрозу комбинационного удара ладья А4. С последующим конь Д3 и взятием на поле Е1. Магнус Хенрикович на чеку. И уходит королем из-под возможного шаха. Абасов также делает профилактический ход король Б7. Магнус дополнительно защищает слабую пешку. Черный сдваивается по открытой линии. Карлсон ванзает коневую вилку. Ферзь уходит на поле Ж5. Магнус забирает коня. Но Ниджат играет ладья Ж2. Но очень четко защищается Абасов. Ресурсы игры на победу с каждым ходом приближаются к нулевой отметке. Слон на поле Е5 под боем. Благо у белых есть оборонительный ход ладья А5. Черный ферзь отступает на поле Ф7. Магнус освобождается от вертикальной связки. Тем временем Ниджат Абасов перебрасывает ладью на линию Ж, угрожая вторжением на вторую горизонталь. Белый перекрывает линию ферзю. Черный нападает на слона, а также на поле Ф2. Карлсон защищается ходом слон Е3. Азербайджанский гроссмейстер прицеливается к слабой пешке Д3. Магнус забирает на Ц5. Абасов угрожает взятием на Д3. Возможности спасти пешулечку не видно, поскольку на ферзь Е2 черный забирает на Д3 и дальше съедает ладью. Поэтому Магнус на всякий случай уводит короля из-под возможного шаха. И в цветнотной горячке Абасов допускают грубейшую ошибку, использовать которую белые могли хлопнув пешку на поле А7. При взятии они проводят двойной удар, отыгрывают фигуру и получают миллион лишних пешек на ферзьевом фланге. В партии же экс-чемпион мира допускают ответную ошибку, освобождая ферзя от оборонительных функций. Черный играет слон G4 для того, чтобы закрепиться на королевском фланге. Только теперь норвежец додумался хлопнуть пешечку для того, чтобы провести двойной удар и отыграть фигуру, но у черных был хороший оборонительный ресурс в ферже 7. Для того, чтобы на отступление короля забрать слона и продолжить беспокоить вражеского монарха. Но в партии Ниджат продолжает ошибаться. Король уходит на поле B4 и в случае взятия на поле А7 ферзь вторгается на седьмую горизонталь. Здесь как раз и сказывается отсутствие вражеского ферзя на поле G7. Дальше белый отыгрывает фигуру и получает абсолютно выигранную позицию. Ну и продолжение в партии ладья Е5 также не лечит. Магнус нападает на ладью, угрожая вторжением на восьмую горизонталь. Ниджат объявляет шах, но после ответного Ц5 на сорок третьем ходу признает свое поражение. Причина в том, что слона нельзя брать из-за удара на поле Е5. У белых лишнее качество и две пешки. Ну а если ладья куда-нибудь отступает, тогда белый играет ферзь Б8 и к черному королю приходит Матильда. Вот так вот сейтнутная горячка погубила в целом неплохую партию в исполнении Ниджата Аббасова. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте также ставить лайки, делиться видео с друзьями, потому что шахматы это круто.